Благопристойное и чинное поклонение. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 26 по 40 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое. И то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Богнеустройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Размышления, часть первая. Отражение нашего Создателя. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 26 по 33 стих. Собрания поклонения в ранних церквях под руководством апостолов были, наверное, захватывающим зрелищем. Свежее излияние Святого Духа активно действовало, производя исцеление, откровение и крепкие узы любви в обществе. Но несмотря на потоки пробуждения в церквях, Павел повелевает, чтобы христианское богослужение было отмечено упорядоченностью и миром. Вместо того, чтобы прерывать и перекрикивать друг друга хвалебными песнями или словами увещевания, Коринфяне должны следить за тем, чтобы все делалось чинно и последовательно. Этот принцип основывается на характере Бога и его путях. И мы, будучи его народом, должны отражать нашего Создателя как индивидуально, так и в общине. Применение. Как в вашей церкви организованы богослужения? Как ваше поведение в церкви может сильнее отражать Божий характер? Размышления, часть 2. Пусть Бог ведет нас. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 34 по 40 стих. Павел в своих посланиях учит, что супружество указывает на духовную реальность, для Бога даже различия между мужчиной и женщиной крайне важны и должны уважаться и отражаться среди его народа. Сегодня применение данных текстов в разных деноминациях может отличаться. Но есть общий принцип упорядоченности и уважения к авторитету, и именно он должен управлять жизнью христиан в любых ситуациях. Прежде чем утверждать и настаивать на своем мнении по этим вопросам, которое зачастую обусловлено нашей культурой, мы сначала должны вспомнить, что мы ученики Христа. Не мы изобретали нашу веру, нас к новому образу жизни привели. Пусть нам и не все понятно на христианском пути, он ведет нас к восполнению самых глубоких нужд и чаяний сердца. Применение. Какие новозаветные заповеди вам сложнее всего выполнять? Какой настрой поможет вам лучше исполнять сложные библейские тексты? Молитва. Отец Небесный, спасибо за приглашение стать частью тела Христова. Помоги мне ходить путями Твоими, со смиренным и способным к обучению Духом, делая все во славу Твою. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok